Продолжение следует... Продолжение следует... Пока Лара Крофт, Индиана Джонс и Uncharted отдыхают, место авантюристов-охотников за артефактами пустует. Вот наши киноделы и решили заткнуть эту дыру отечественным проектом. Либерея! Охотники за сокровищами. Фильм рассказывает об бизнесмене, который получает в наследство хату, в которой он находит подсказку, как найти знаменитую библиотеку самого Ивана Васильевича Грозного. Сам сюжет чем-то напоминает сокровища нации и готов поспорить, что я не один такой, кто так решил. Вот только в отличие от картины с Кейджем, наши киношники облажались. Сейчас попробую объяснить. В фильме просто безумное количество пафоса. Причем наигранного. И он пытается сгладить это юмором. Вот только не смешным. Хотя и старательным. Серьезно. Мне вот было не смешно. Но актерский состав вполне сильный. Тут и Тихон Жизневский, который полюбился зрителю по первой полнометражной экранизации российского комикса «Майор Гром», которого я хвалил в свое время. И до сих пор считаю его одним из лучших фильмов 21-го года. Артем Ткаченко, игравшего Артема Сотникова в сериале «Юристы». Диана Пожарская, которую вы, наверное, помните по роли горничной в отеле «Элеон». Ну, Алексея Валерьевича Серебрякова все и так знают. Однако, столь мощный актерский состав не смог помочь фильму меня впечатлить. Диалоги несуразные. Такое впечатление, что их написали только для того, чтобы они просто были. В фильме есть момент, когда главные герои приехали куда-то на Чукотку. Герой Тихона выпивает галлюциногенный отвар и начинает ловить приходы. Тут можно было сделать смешную сцену. Но вместо этого, что делает Тихон? Просто сидит с глупым ебалом и что-то мурлычет. Тут же бандиты под командованием главного антагониста начинают перестрелку с местным племенем. Мне одному эта сцена показала жестковатой. Убийство шамана и горящий человек бегает туда-сюда. Там вроде бы дети еще мелькали. Макс в исполнении Ткаченко намекает на то, что они выследили троицу с помощью телефонов. Но когда действие происходит в Вологде, именно Ткаченко прибывает туда раньше. Хотя все подсказки и ключи были у троицы. Как он узнал точное местонахождение следующего ключа? Он даже умудрился услышать, как под землей Жезневский ломает стену. Хотя рядом работала техника. Далее. Момент с вертолетом. Именно тут ярче всего раскрывается, как в этом фильме работают законы физики. Троица угоняет вертолет и начинает выписывать такие пируэты, что первая матрица кажется фильмом, снятым на реальных событиях. Вертолет даже макушки деревьев не затрагивает воздушными потоками. А когда наконец-то падает в пруд в парке, трио вместо того, чтобы плыть до ближайшего берега, который был сзади, плывут до того, который был дальше. Хотя сам вертолет с героями внутри упал так, что ближайший берег нельзя было не увидеть. Имеет место момент, где один из персонажей фильма нажимает на курок пистолета. И происходит выстрел. Но! Получилось так, что сначала была отдача и только потом выстрел. Я надеюсь, что мне показалось. Также, если подумать, какой крюк выписали главные герои фильма. Сначала Питер, затем Вологда, оттуда на Чукотку и в итоге Москва. Нифига себе крюк из одной столицы в другую. Но, как мне кажется, самая большая проблема фильма – это герой Серебрякова. Я ни в коем случае не пытаюсь его как-то оскорбить. И серьезно заявляю, что он один из лучших актеров современности. Его персонаж эксцентричный эгоист. Это видно. Но при этом он дико раздражает. Меня Марк Уолберг в Uncharted не так сильно раздражал, как герой Алексея Валерьевича. А его действия в финале фильма и вовсе вызывают недоумение. Он, после находки библиотеки, вызывает главных антагонистов, сославшись на гарантию безопасности Тихона. Вот только зачем? Если бы они нашли ее и передали бы находку властям, то они могли бы рассказать, что есть еще и группа головорезов, которые тоже искали либерею. Ну а если предположить, что герой Алексея Валерьевича изначально работал на Сапегу, то зачем было тогда все это устраивать? Можно же было просто взять Тихона как наследника, Диану как специалиста древнеславянской орфографии, и спокойно все найти. Без всяких перестрелок, взрывов и угона вертолета. Тем более, что организация, видно, что она весьма могущественная, могли бы помочь финансами, и тогда в плюсе оказались бы все. Тихон все равно бы получил подружку, Алексей Валерьевич признание, а организация знания. В общем, мне фильм не понравился. Он не смешной, он предсказуемый, он нелепый, скучный, размылен пафосом, химии между героями нет. Что хотели донести создатели, неясно, и хотели ли вообще чего-то донести. А концовка и вовсе резкая. Я не шучу. Фильм просто резко прерывается на финальные титры. Может, я чего-то не понял. Может, дело во мне, и я просто не люблю приключенческие фильмы. Хотя серию приключений Индианы Джонса, Лары Крофт, Бена Гейтса, ну и, конечно же, Капитана Джека Воробья, я смотрел полсотни раз и готов дальше смотреть и пересматривать. Но данный фильм меня совершенно не впечатлил. Всем пока. Ты это выпил? Это же шаманский отвар. А, кстати, ничего такая штука. А можно мне еще, пожалуйста?